Всем привет! Давайте начнем с полезного приспособления из трубы ПВХ. Отрезал кусочек 10-15 сантиметров и зашлифовал на станке. Одним краем зажимаю в токарный станок по металлу. С помощью резца убираю слой в полмиллиметра на краю трубки. С противоположной стороны напаиваем заглушку. А с той стороны где стачивал край просто одеваем заглушку и у нас получается отличный пенал для маленьких цверил и различных мелочей. Но это еще не все. Использовать можно как пенал, но я делал совсем для другой цели. Ту заглушку которая снимается с внутренней стороны прикручиваем длинным саморезом. Сточив острый край, который выпирал из крышки, я в этот тюбик набил солидол. Закрыв заглушкой с саморезом, получается отличная солидольница. Обычно мы сверлим отверстие сквозное в бруске, намечая центр и начинаем сверлить. Но почему-то всегда мы уходим в сторону для того, чтобы этого не случилось и просверлить ровно по центру нужно сделать так. Размечаем не с одной стороны центр, а с двух сторон. Начинаем сверлить сверлом с одной стороны до середины и с другой стороны также до середины. Если даже начнем сверлить неровно, то в любом случае сверло в середине бруска попадет в отверстие. Внутри может будет и неровно, но выход и вход будет по центру. Сейчас проверим. На торцевой пиле распиливаю брусок пополам, чтобы визуально все увидеть. В моем случае я просверлил почти что ровно. Но даже здесь видно, что я маленько начал уходить и отверстие получилось овальным. В общем, метод проверенный, метод рабочий. Очень знакомая история, когда сверло сточено, провернуто, не знаю как это назвать. В общем, плохо. Чтобы от этого избавиться или хотя бы попробовать это сделать, попробуем проточить сверло. Намечаю фломастером, где буду стачивать края. Отметил с трех сторон, зажимаю в тиски и с помощью лепесткового диска пытаюсь сточить. Сточить получилось. Не знаю как ровно. Теперь надо проверить. В принципе, работает. Рабочий вариант. Следующий лайфхак будет полезен тем, у кого мастерская где-то в доме. При сверлении, чтобы не свинячить, можно воспользоваться магнитом. Но не просто магнитом, а магнитом с тряпочкой. Завернув магнит в тряпочку, прикладываем его там, где собираемся сверлить отверстие в металле. Сверлим, стружка тут же примагничивается. И после чего мы легко все убираем, оторвав тряпку от магнита. Теперь совет с крышкой. Никогда не выбрасывайте крышки, они вам пригодятся. На крышке делаем прорезь так, как сейчас вы видите. Теперь с помощью саморезов прикручиваю к стене рядом с розеткой. И теперь лишний провод можно положить на такую крышку. Таких крышек можно сделать очень много, и все провода будут висеть и не мешать. Очень часто приходится пилить лобзиком какой-нибудь хороший новый ЛДСП. Но если это делать лобзиком прямо по ЛДСП, то несомненно останутся царапины. Тем более, если у вас старый лобзик. Чтобы этого избежать, воспользуемся малярным скотчем. Пару полосок приклеиваем к подошве лобзика. И теперь такой лобзик ни за что не поцарапает вам ЛДСП. Очень частая проблема при отыскивании края. Скотч, изолента, да вообще хоть что. Чтобы с этим не париться, я предлагаю вам загибать край вот таким образом. Такой край вы в любом состоянии, в любом месте, в любой темноте сможете отыскать. Следующий совет будет полезен тем, кто работает под потолком. Для этого берем любую фанеру. И наматываем скотч. Но скотч наматываем необычно. А перевернув его липкой стороной вверх. Прилепив его на стену, мы легко можем приклеивать туда что угодно. Либо саморезы. Даже можно инструменты. Я вот, например, приклеиваю туда молоток. Все держится очень даже качественно. Следующий совет нужен для тех, кто делает разметки на темном. Для того, чтобы сделать разметку и не накосячить, и не мучиться, можно воспользоваться малярным скотчем. Оторвав кусочек малярного скотча и приклеивая его там, где нужно сделать разметку, мы делаем разметку. Все очень просто. С помощью листочка А4 и того же малярного скотча можно легко соорудить оригинальный пакет. Пакет, который будет собирать стружку, пыль, все, что вылетает из-под сверла, когда вы сверлите стену. А после того, как просверлили, легко его снять и выкинуть в мусорку. Теперь давайте маленько пофантазируем. К примеру, вот этот листок будет стеной. Стеной длиной 6 метров. И, к примеру, эта стена очень чистая, белая, которую нельзя запачкать. Но нам надо ее измерить. Можно, конечно, начертить на стене, а потом все закрасить. Но я предлагаю воспользоваться малярной лентой. Оторвав кусочек и приклеив его на место, где будет отметка, сделать эту отметку. И уже от этой отметки отмерять дальше. Гвозди хорошие, старинный крепеж. Для того, чтобы прибить обналичник и сделать это красиво, можно воспользоваться специальными гвоздями. Но если у вас их нет, то у вас получится вот так. Но для того, чтобы исправить эту ошибку, просто откусываем шляпку и прибиваем его. И у нас получается не хуже, чем специальным гвоздем. Но теперь секретное приспособление и даже хитрость для тех, кто не хочет очень много и часто тратить денег при ремонте. Для того, чтобы быстро соорудить кисточку, нам понадобится палочка от мороженого и кусочек тряпочки. Смотав тряпочку вот таким образом, заматываем скотчем и у нас получается хорошая одноразовая кисточка. После покраски легко удаляем тряпку. И палочка остается еще на тысячу раз. На этом все. Всем пока. До скорой встречи.